В эфире Beauty Time, всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут говорим о жизни в самом красивом ее проявлении. После зимних каникул светская жизнь в городе Че приостановилась совсем ненадолго. В череду событий открыла вечеринка, посвященная достойным аксессуарам и выгодным инвестициям в гардероб. В числе приглашенных оказалась и наша съемочная группа. Первая после зимних каникул бутик-вечеринка в 21 веке собрала известных модниц нашего города, чтобы поговорить о том, что в переменчивой фэшн-индустрии никогда не теряет своей актуальности, а напротив, от сезона к сезону только обретает шарм. Говорит немного о красоте, немного о брендах, немного о вечных ценностях, вот так мы сегодня заявили. Ну и, конечно, повод, повод самый главный, наверное, это творчество, заряд творчества на год вперед. Приятное общение, эксперименты с макияжем стали дополнением к главной теме вечера – аксессуарам, стильным и изысканным. Сегодня мы просто как модный творческий вечер, да, у нас фактически сегодня женский клуб. Мы будем говорить о моде, естественно. Больше мы будем говорить даже не сколько о новых тенденциях, да, весны-лето, потому что, в принципе, у нас еще зима и до весны еще далеко. Мы будем обсуждать как иконы стиля, вот знаете, как Iconic Products, да, в принципе, как они используют, или carryovers, то есть это такие инвестиции, да, это такие правильные вещи, которые просто необходимы в гардеробе. Сейчас мы больше, наверное, будем рассматривать аксессуары. Вот таких мировых лидеров в лакшире индустрии, это как Валентина, Сан-Лоран, Дольче Табана, очень много моделей, которые повторяются из сезона в сезон, что обуви, что сумок. Они меняют размеры, они меняют фактуру, цвета, да, но это такие сумки, это как инвестиции. Очень красивые цвета, темно-зеленый, темно-синий, бордовый, красный, они сочетаются очень хорошо с любым гардеробом. Или, например, серый, это фактически второй черный. Они не пропускают никаких новинок, следят за всеми конвенциями моды, они поддерживают семейные традиции. Для них этот бизнес, он может быть даже как стиль жизни, они жить не могут без этого. Мы сюда приходим как домой, здесь до такой степени доброжелательная атмосфера. Пусть стоит, радует глаз. И потом у нас будет возможность еще ее нарисовать. Красивые вещи, они не просто несут гармонию в нашу жизнь, они еще и способны вдохновлять на творчество. В этом убедились участницы художественного мастер-класса. Они привезли какой-то сюда нам чуточку и дали темперамента, яркости, красок, перчика нам подбавили сегодня. Предоставили возможность побаловаться с макияжем, я так это называю, поэкспериментировать рисование. Просто знакомиться с новыми поступлениями марок Balenciaga. Например, пришли аксессуары Dolce Cabana, так что быть у истоков первых новинок и просто в хорошей атмосфере, дружеской. Радость общения и положительные эмоции – это тоже важные составляющие вечера, которые делают встречу по-настоящему незабываемой. Куча положительных эмоций. Мне очень здесь приятно удивила обстановка. Все гости такие доброжелательные. Я считаю, что чем больше таких вечеров, тем жизнь становится ярче. Вы знаете, мне тоже кажется, что те внешние обстоятельства, которые сейчас происходят во всем мире, мы не можем на них повлиять. Мы должны делать праздник сами. Мы должны ценить те моменты, которые есть у нас сегодня. Это наши друзья, это атмосфера. Человек должен развиваться, общаться, обмениваться информацией и обязательно радоваться тому, что есть сегодня и создавать красоту. Остается надеяться, что традиция этих встреч в бутике 21 век будет продолжена и хороший вкус в нашем городе будет ассоциироваться еще и с хорошим настроением. Нитевой лифтинг, относительно молодое направление эстетической медицины, обретает популярность как в кругах косметологов, так и среди пациентов, которые уже успели его попробовать. Сертифицированных методик работы с нитями в нашей стране представлено несколько. Один из вариантов устранения птоза недавно испытали в рамках проекта Plastica Life. Молодость всегда в моде, именно поэтому активная часть населения также активно борется с разного рода признаками старения. Они, в свою очередь, бывают нескольких видов. Сухость, пигментация, морщины разной степени глубины, а также гравитационный птоз, или, другими словами, опущение тканей. Гравитацией подвержены разные части лица и тела, и на протяжении долгого времени единственным радикальным методом борьбы считалась пластическая хирургия. В последние годы в эстетической медицине стали применять методики нитевого лифтинга, эффективные и менее травматичные по сравнению с пластикой. Один из вариантов так называемого лигатурного лифтинга представляют пластические хирурги Иван Молдаван и Василий Ростовых. Значит, в чем смысл? Мы используем вот такие вот ниточки. Они имеют специальные насечки, специальные зазубрины, которые, собственно говоря, и удерживают ткань. Очень важно, чтобы материал, который мы устанавливаем, в том числе для подтяжки, он был эластичным и максимально хорошо адаптировался тканям лица. Основное преимущество их в том, что они не рассасываются, то есть они постоянно могут держать ткани в том положении, в котором мы установим. И основная задача установки этих нитей – это перемещение тканей вверх. Установка такого рода нитей осуществляется в операционном блоке. Процедура проводится под местной анестезией. Сейчас очень много используется нитей, косметологами в частности, для того, чтобы придать коже большую упругость, тонус, повысить ее эластичность. Но все эти нити, они устанавливаются достаточно поверхностно и не оказывают того эффекта, который мы можем достигнуть, используя хирургические нити. В первую очередь мы находим зоны, которые максимально оптозированы, то есть максимально опущены и отмечаем их. У нашей пациентки это уголок рта, носогубная складка. И это контур нижней челюсти. То есть здесь мы не будем отмечать. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо в первую очередь отметить место, из которого мы будем проходить нашими нитями. Нити применяются для коррекции лица и тела. Перед началом процедуры вместе с врачом определяется оптимальное количество единиц. Весь процесс занимает меньше часа, а эффект потяжки заметен сразу после установки. Оставаться в стационаре при этом не требуется. В щадящем режиме пациент может вернуться к делам, а через трое суток в клинику для осмотра и снятия швов. Доброе утро, Ольга. Садитесь. Сейчас мы уберем маленькие шовчики, которые находятся на висках, в тех местах, где были проколы для прохождения ниток. Швы мы убираем довольно-таки быстро, поэтому никаких следов от них не останется. И сама процедура это абсолютно безболезненно. В щадящем режиме тренироваться можно начинать через неделю, через полторы после нашей процедуры. Пока у нас есть небольшие втяжения, лучше солярии исключить. Я думаю, что недели через две после нашей процедуры солярии можно возобновить без каких-либо ограничений. И то же самое касается поездок в теплые, жаркие страны. После полного заживления эффект может длиться от двух до пяти лет. Это зависит от разных факторов, возраста, генетических особенностей, образа жизни. Цветочная мастерская «Экзотик» – последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. В этот период времени в нашем городе проходят многочисленные свадебные выставки, где представлен весь спектр услуг и товаров для проведения торжества. В минувшие выходные в рамках одной из таких выставок программа «Бьюти Тайм» изучила авторский подход к созданию образа невесты. Что сегодня готовы предложить дизайнеры и что требуют от них клиенты, смотрите прямо сейчас. Еще недавно отличить невесту среди прочих участников свадебного торжества можно было по самому объемному наряду и узнаваемому силуэту. Сегодня дела обстоят иначе. При соблюдении традиции современные невесты отдаются выбор в пользу самостоятельности и смелости наряда. С примерами платьев для свадеб нового поколения мы познакомились на традиционной городской свадебной выставке. Современные свадебные церемонии чаще напоминают отрепетированный спектакль со сменой декораций и костюмов. В этой связи невесты готовят два наряда. Более сложные и роскошные для церемонии и фотосессии, и удобные, но при этом такой же эффектные для танцев и застолья. Вот эта коллекция, она отличается от тех самых классических платьев. Но все-таки это же праздник, и невеста должна тоже получить удовольствие от того, чтобы красоваться, и ей все фотографировали. Есть парочку длинных платьев, которые сейчас очень набирают обороты у Зухара Мурада. То есть прозрачная сетка, аппликация, цветы. Это, в принципе, откровенно, но с другой стороны ничего не просвечивает. Слава Богу, мы отошли от кипельно-белого оттенка, потому что он все-таки не к многим идет, а пришли к молочным, тем более припыленным оттенкам белого. Если издалека старик, то вроде как бы смотрится как белого. Но за счет того, что все-таки немного цвета есть, играют глаза. А сейчас у нас тенденция натуральность, поэтому мы подчеркиваем индивидуальность, сохраняя она на природой. Стоит также упомянуть, что сегодня свадьба лишилась некоторых сакральных смыслов. Либо эти смыслы видоизменились. К примеру, фата, символ невинности и чистоты. В некотором смысле архаичный аксессуар, который дизайнер рекомендует заменить на более изящные предметы. Тиадемы, тиары, венки и даже кокошники. В данной коллекции я сотрудничал со студией «Марфет». Они делали ручную работу. То есть это как венки своего рода, как украшения цветы. Это опять же индивидуальность. Ведь этот снимок, это видеозапись с вашей свадьбы, старшества, оно будет на всю жизнь. И должно показаться все неповторимым, таким специально для вот именно этой невесты сделано. И неповторимым. Чтобы через несколько лет или через неделю она не пошла к своей подруге и увидела тоже так же все. Как бы это нехорошо. Конечно, главные персонажи свадьбы – это невеста с женихом. Их наряды, особенные, праздничные и далекие от повседневности, уж точно тренд на все времена. Бьюти-завтрак в качестве формата делового и дружеского общения известен уже давно. На одной из недавних таких встреч обсуждали спальный гардероб, весенние тенденции, а также направление ювелирной моды. Участвовала в беседе и съемочная группа Бьюти Тайм. Программа этого утра была необычайно насыщенной. Знакомство с ювелирной коллекцией, дизайнерской концепцией Анны Ракель, а также внутренним и внешним содержанием гардероба для сна. Шелк до сих пор собирают вручную, его до сих пор перерабатывают, растягивают и все это делается вручную. Если вы посмотрите, то вы увидите, видите, сколько слоев. То есть это каждую куколку при определенной температуре нагревают, растягивают до определенного размера. Скатываться оно не будет, потому что оно специально сложено слоями, одеяло обязательно все простегано. Соответственно, у вас не будет ничего там собираться. В гардеробе деловой женщины все должно быть качественно, стильно и практично. А еще, по мнению владелицы бутика Милана Татьяны Баевой, важно учитывать настроение, о котором сама клиентка иной раз только догадывается. Пошло такое направление, что покупают сразу несколько базовых вещей, которые комплектуются между собой. И, исходя из этого, можно составлять комплекты и использовать это для любого случая. И чисто платьев осталось мало, потому что платье покупается все равно для определенного случая. Любая женщина по-другому себя чувствует в платье. Поэтому вот начали с такой фирмы. Тема рациональности не обходит стороной даже самых увлеченных модниц. Порой приходится идти на хитрость, чтобы создавать видимость огромного количества новых вещей. Каждая следующая коллекция сочетается с предыдущей. И поэтому, имея там, например, юбку с прошлого лета, получив новую блузку, это все будет комплектоваться и все смотреться очень свежо и актуально и модно. Чтобы не отказывать себе в удовольствии ювелирного характера, дизайнеры предложили обратить внимание на серебро. В последнее время спросом пользуются ювелирным украшением именно серебра. Во-первых, не отличить от белого цвета, то есть внешне. Оно настолько эффектное, покрывается ородием, да, у него, соответственно, такой блеск идет, естественно, это как у белого золота. Ну и в практике, то есть если раньше серебро, оно желтело сразу же практически, то сейчас обычно в практике можно использовать серебро очень долгое время. Демократичное по цене серебро отражает все популярные направления драгоценной моды. Классику, флористический дизайн, крупные формы, коктейльные украшения, а также сочетание цветных камней. До сих пор сейчас сочетают несочетаемые камни, то есть это как, допустим, зелень с красными камнями, синим, желтым. То есть это пошла такая тенденция еще как бы вот с летнего периода, и до сих пор это лидирует. Именно дизайн украшения настолько разнообразен, что каждый может подобрать себе любое ювелирное украшение, как и по виду, так и по цене. Быстро, емко, душевно. Такое количество информации всего за час-полтора ничуть не смутило присутствующих. Возможность совместить полезное с приятным гости оценили очень высоко. Это прежде всего знакомство с новыми людьми и, конечно же, масса впечатлений, позитивных эмоций и новинок. Вы знаете, мне очень нравится, очень комфортно, камерно, вот в такой вот душевной обстановке. Утром встретиться действительно с приятными людьми, выпить кофе. Хорошо, что это все проходит с утра. Я, конечно, не против и вечерних каких-то встреч. Но с утра это тоже очень важно, оптимистично. Очень рада всех видеть. Даже тех, кого уже давно не видел, это хороший повод встретиться. Это очень удобно, в первую очередь, и очень на сегодняшний день актуально. Более сейчас январь, зимние праздники закончились, все соскучились по общению. Традицию бьюти-завтраков решено продолжить. Что же станет темой следующей встречи, выяснится в ходе исследования интересов современной женщины. Бутик «Милана». Улица Энгельса, 73. Телефон 2-700-491. Нежные и легкие, как облако подушки и одеяла. Натуральные материалы, инновационные технологии, аромопропитки. Салон «Тогас». Братьев Кошириных, 159. Ювелирный шоу-рум теперь по новому адресу. Улица Блюхера, 69. Телефон 22-52-585. Диплекс Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на «Сони Кривой-30». Вы смотрите «Бьюти Тайм», далее в выпуске «Спортивный шик» и его элементы в коллекциях европейских дизайнеров. Спортивный шик, столь любимый современными дизайнерами, много заимствует у моды 80-х, а также у популярного в нулевые стиля R&B. Основными его признаками являются сочетание спортивных деталей со стразами, блестками, мехом, высокими каблуками и другими предметами роскоши. Подобные комплекты обычно требуют определенной смелости. Впрочем, градус экстравагантности можно и снизить, если рассматривать «Спорт шик» как возможность добавить радости в неформальные ситуации. В мягких, уютных костюмах с лампасами можно встречать гостей на загородной даче. В них также удобно летать на отдых, ну или даже просто ходить в выходные за покупками. Кстати, ведь и возможность занятий фитнесом в такой одежде также не стоит исключать. Трактовки некоторых дизайнеров «Спорт шик» превращаются в расслабленный и элегантный минимализм. По прогнозам экспертов, это перспективное направление будет востребовано на протяжении нескольких будущих сезонов. Все выпуски «Бьюти Тайм» и другие проекты о красивой жизни всегда на сайте vd31tv.ru. А у меня все, до встречи! Стилисты проекта «Модный дом. Я» и меч-студия «Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова